Запрета нет. Командеры «Азова» будут участвовать в войне, командующей Нацгвардией. Освобожденные из плена командеры бригады «Азов» могут вернуться на войну в течение месяца. Запрета на это нет, об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардии Александра Пивненко в интервью изданию «Украинская правда», отвечая на вопрос о присоединении командиров «Азова» к боевым действиям, в частности Дениса Прокопенко, Редиса, он сказал, Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные, он добавил, что для него какого-либо запрета на это нет, тем более, я не распределяю, кто воюет, комментируя вопрос, когда можно будет увидеть участие Прокопенко в боевых действиях, Пивненко заявил, в зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет, возвращение защитников «Азовстали» в Украину. Напомним, 8 июля из Турции в Украину вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко, Редис, его заместитель Святослав Паломарь, Калина, и, отец командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, Волына, старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады нацгвардии Денис Шляга. В середине июля командир бригады «Азов», подполковник Денис Прокопенко, Редис, впервые после освобождения из российского плена и возвращения из Турции встретился с личным составом.